здравствуйте смотрите программу культ личности мы говорим о личностях культурных причем с ними же и от первого лица и сегодня в нашей импровизированной студии замечательная артистка вы представляете в принципе не надо потому что ее лицо и ее имя знает абсолютно кажется заслуженная артистка россии наталья леонидовна карачковская здрасте наталья леонидовна во первых очень рада что вы приехали на мужскую осень спасибо рада вас видеть я думаю что каждый поклонник увидев вас просит автограф либо съемок программы вы приехали с творческим вечером да что это будет это будет рассказ о моем творчестве конечно от всех картинок которых я принимал участие рассказать не смогу у меня больше 115 фильмов а вот этих фильм которые наверняка видели все вот о них я и расскажу в основном это фильмы леонида йогича гайдая все всеми нами любимые да но это будет что подноготная такая то есть обратная сторона за и с обратной стороны сторона изнанка о том как снималась какая сцена что это такое потому что я в каждый раз в жизни посняли кинкомедию о том как снимается кинкомедия вот это было об кинкомедии ну а вот вообще зрители что чаще всего может быть какие вопросы вы знаете сейчас не знаю мне как-то везет в том плане что мне задают все во всякие вопросы и о жизни и о ценах и о продуктах и о готовке и поле на политическую тему задают вопросы все все жизненные проблемы мы со зрителями решать а есть какой-то табу то есть ряд вопросов на которых вы никогда не отвечаете есть я никогда не отвечаю на вопрос на те вопросы которые касаются моей личной жизни вот где у актеров та грань потому что действительно находясь всегда в центре внимания да вот понятие личное ну например мне задают вопрос скажите правда вот мы знаем что у вас была хорошая теплая дружба и любовь с вашим мужем скажите а вот другие поклонники у вас были правило да естественно я говорю конечно были же женщины и актриса а вот а а кто а вот это уже только моя проблема это знаю об знаю только я и никто больше вот тоже говорили о том что всегда охотно принимаете предложение на выжила приехать к нам на фестиваль подходят ли молодые артисты потому что их тоже здесь немало да может быть за советом за каким-то нет вы знаете сейчас другое поколение они все знают все умеют но вот это все равно не хватает это ведь тоже они же за не понимают они этого не понимают например я тут кто по дальновиднее по умнее по талантливее те подходят вот я была сейчас на вечере а максима верина он так волновался волновался от того что знает что я сижу в зале и я это видела работал он блестяще просто удивительный артист я могу максим милый не надо так себя растрачивать ты немножко сдерживаю потому что жизнь длинная тебе всегда захочется так работать побереги себя я поняла что это только слова потому что дарить он будет себя всегда на а как говорится на разрыв аорта ну вы ведь тоже такая я такая же но мне хочется других вот этого спасти от того что потом больное сердце от того что сказать-то говорю а понимаю что все равно делать но мастер-классы то есть мастер-классы нет 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 если поклонники вы знаете у нас тоже много театральных студий да какие-то ребятишки если подадут вдруг вам заснули я всегда ради богу конечно что мне не шалко я умею и умею это делать и делаю это всегда с удовольствием всегда приятно помочь человеку если ты видишь что он действительно в этом нуждается а вот какие фильмы вы предпочитаете смотреть сейчас смотрите ли сериалу или это как вы знаете я с удовольствием смотрю фильмы о нашей деревне о земле русской о том когда я вижу какую-то знаете на лесную поляну я не знаю когда я вижу деревеньку когда на экране люди не очень благополучные знать как то вот душу греет они не рисуются они не лукавят они такие как какие они есть даже актеры которые принимают участие в таких картинах вот они становятся намного добрее и намного естественнее не знаю но так получается может быть поэтому вы так охотно есть вот вот природа как-то она окружает она тебя учит правде жизни и она не терпит фальши когда начинаешь фальшивить это сразу видно поэтому наверное вот такие фильмы сейчас меня он греет и а вот все остальное то что я вижу на экран на экране особенно фильма о милиции о бандитах а проститутках а продажи чувств как говорится продажи всего вот это не каждый раз хочется сказать тем кто это делать скажите пожалуйста но если так все плохо у нас как же мы живем в такой стране у меня никогда не забуду меня соседка пожилой человек но она определенного круга вдруг она влетает ко мне в квартиру с экзамен на глазах наташа не выходи на улицу там без конца стреляют насмотрелся сериал сын и принес еще нам насмотрелся решила и я что нина петровна успокойтесь пожалуйста нет никаких стреля ну как же я в телевизоре смотрю его но в телевизоре вы можете увидеть и не такое без зайчиков еще вам еще не не зайчик не бы не бегают по углам но к сожалению так и об этом бы не мешало знать и тем кто выпускает эти фильмы просто надоело вся эта чернуха но нельзя я понимаю что ты легко снимать как рынок лергова говорил что снять четыре хорошего быть его значительно легче чем снять одну кинкомедию и вот я вижу кинокомедии на экране я не понимаю как можно назвать то есть режиссеры идут по пути и наименьшего сопротивления получается да 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 абсолютно а каких комедий не хватает гайдаевский а как вы думаете когда-нибудь возможно ли хотя бы в какой-то гайдай отсюда он ваш гордимся кстати этим не знаю но такого как гайдай уже не будет потому что он гений вот он отвечает от названия он гений я думаю что в современности он самый лучший комедиограф современности и думаю что это признают во всем мире во всяком случае для меня это так и спасибо большое за откровенно интересную беседу это была программа культ личности мы говорили с натальей крочковская заслуженная артистка россии оставайтесь на первом областном смотрите нас до свидания